На общественные слушания в местной ДК жители Туима начали собираться заранее, чтобы не остаться без места. Вот уже второй год марганцевый завод здесь тема номер один. И хотя это уже не первая встреча с представителями инвестора, компании Чексу ВК, вопросов у людей каждый раз немало. И раз проект прошел еще одну экологическую экспертизу, им хотелось понять, будет их травить марганец или нет. Если бы это не яд, мы бы нас сюда не забирали. Мы дополнительно запрашивали санитарных врачей, академиков, которые изучали труды по марганцам. И академики подтвердили, что ваши опасения, они не имеют оснований. Как уверяют эксперты, при строительстве завода будут применены самые передовые технологии, максимально снижающие вред для окружающей среды. Опыт будет перениматься у китайцев, которые являются мировыми лидерами в данной отрасли. Однако подавляющее большинство участников слушаний больше спрашивали о другом. У нас много студентов, которые учатся, заканчивают. И можно было бы в первую очередь жителей поселка Туима взять на работу, на какие-то специальности. А потом уже, допустим, лишний жаль. Я уверяю, что именно так будем действовать. Мы сторонники того, чтобы работали граждане Российской Федерации. И будем делать все для того, чтобы именно жители Ширинского района работали на этом заводе. Долго еще говорить мне так будет. У меня трое детей, они бы вернулись сюда. А то вот именно кто здесь, кто там и все. Сколько ждать можно еще. Вот именно заниматься в алкологии. Инвесторы, конечно, рады такому приему местных жителей. Однако все общественные слушания необходимы по закону. Пройдя независимую экологическую экспертизу, компания рассчитывает, что уже летом решится вопрос о финансировании. То есть банк выделит чек с УВК кредит. Спустя год с лишним после этого начнется само строительство. Лишь четверо человек из всего зала высказались против или воздержались по поводу экологической экспертизы. Но по существу люди голосовали за то, быть или не быть заводу в Туиме. Молодежь и молодые ребята с образованием не работают, пьют. Если вахта по ягодам высливая, в Назарово ездят, в Кемерово ездят по ягодам. Это вообще. Просто люди безысходность. На свалках обитаются. Вот это страшно. Мы хотим работать, мы хотим здесь жить. Мы хотим, чтобы дети наши здесь работали, жили. Мы хотим, чтобы наш поселок развивался. И мы хотим, чтобы нас услышали наконец-то. Если все случится, к 2019 году завод Чексу ВК откроет новую страницу в истории не только Туима, но всей российской промышленности. Он будет первым в стране и единственным производством марганца, без которого невозможна выплавка стали. Источник сырья, усинское месторождение, пятое в мире по запасам этого элемента. Так что работы новому заводу хватит как минимум на 100 лет. Марина Конодакова, Антон Новожилов, Вестихакасия.